Счастья, любви не добьёшься. Но тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи». Всем привет! «Формула семьи» на связи 21 апреля, 14.00. Мы начинаем. Студия Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Друзья, здравствуйте. Сегодня пятница. Как всегда. И как всегда мы так рады. Мы так рады, что сегодня пятница. И сегодня будем говорить про такую очень интересную тему. Для кого-то она актуальна, наверное, как для меня. А вот для Эльвиры Чепенко не очень. Рановато, да. Рановато об этом. Тема эфира «Скоро пенсия. Радоваться или плакать?» Друзья мои, радоваться или плакать? Может быть, кто-то из наших радиослушателей уже находится в пенсионном возрасте. И просто расскажите нам, как вы вообще встретили свою пенсию, что вы там делаете. Полет у вас нормальный или ненормальный? Юрий, вы сейчас заплачете, мне кажется. Ну, что делать? Потому что скоро пенсия, я же готовлюсь. А может быть, кто-то в преддвериях пенсии. Тоже бы интересно вообще, вы думаете об этом или не думаете. Но если вы молодой человек или молодая девица, красавица тоже. Может быть, у вас мысли-то есть об этом. Может быть, вы пристроили свои финансы уже в какой-то пенсионный фонд и собираете денежки для того, чтобы, когда вам стукнет 55, жить на Мальдивах, пить коктейль из Гуавы и смотреть на море. Эх, мечта какая. Надо об этом уже задуматься. Надо уже об этом задуматься, чтобы денежку-то накопить. Я смотрела разные вариации в банках о том, что они предлагают. Если вот я с сегодняшнего дня, например, каждый месяц всего лишь по 1000 рублей буду откладывать, то к моменту моей пенсии, дай бог, до нее дожить, у меня будет приличное такое состояние, по-моему, в районе 5 миллионов, что ли, или я сейчас уже не помню. В общем, жить можно будет. Я вот задумалась. Надо попробовать. Вот Эльвира Чепенко задумалась. Но, друзья мои, хочется начать с одного примера. Я вот прочитал один пример. Женщина, которая вспомнилась 57 лет, вот она пишет о том, что она год назад вышла на пенсию, и она как-то грустит по этому поводу, потому что два года она прожила, и она пишет о том, что все дела она попередила. Она уже и хобби все освоила, которые были у нее, и порядок-то дома навела, и уже она отдыхалась, и телевизор насмотрелась, и книжки начиталась, и загрустила душа дорогая. И не знаешь, что эта женщина не знает, что же делать-то теперь. Как же внуки? Нету внуков. Куда же податься? Ну, внуки, наверное, она живет в отдельном городе, отдельно, может быть, за границей все дети у нее, или где-то далеко не наездишься, сейчас были то, какие дорогие. Вот, и поэтому она пребывает вот в таком состоянии стрессовом, и вот пеняет на жизнь свою, может быть, смотрит программу ТНТ «Дом-2» и грустит еще больше. И что вы посоветуете таким молодым пенсионерам? В пенсионной фазе, и, ну, пенсия еще в какой-то степени видится в отдаленном будущем, и вот, ну, есть небольшие чувства тревоги, возможно, уже деньги начинают люди откладывать, как-то обустраивать, планировать что-то. Деньги откладывать на похороны? Ты знаешь, вот в нашей культуре, в нашей культуре это есть, и мы как-то с тобой вот даже по этому поводу очень горячо беседовали, но мы беседовали о другом, но деньги откладывать надо вообще на пенсию-то. Надо, потому что... Потому что самой пенсии не будет входить? Ну, потому что пенсия, она, пенсия у нас была введена, вот я читал, в 56-м году в России, ну, в Советском Союзе, в 56-м году. Она говорит, это вообще институт не такой у нас древний, как, например, в Европе, представляешь? До этого ничего не было. А вообще у древних славян вообще не было никаких там пенсий и так далее. То есть старики и дети, это был примерно какой-то такой один институт, они как-то вместе существовали, за ними присматривали, вот там их родственники, вот все как-то вместе воспитывались, представляешь, как было интересно. А сейчас все это развели, поэтому дети отдельно, старики отдельно, и, конечно, старики грустят. И вот поэтому есть такая поговорка, что стар, то млад, или что млад, то стар. Потому что все в одном были, не то, что в одном помещении, а все были вот в одном институте, так назовем. Интересно, да, интересно. Интересно. Попробуйте сейчас так посадить. Поэтому предпенсионная фаза, ну, опять, я думаю, что мы должны всегда готовиться. То есть я считаю, мы не должны пребывать в какой-то эйфории, что она сходу вот придет позаботиться, государство позаботится, или позаботится какой-то добрый дядя, или какое-то наследство мы выкопаем у себя на огороде, когда будем сажать огурцы, или что-то еще произойдет. Может быть, мы найдем там чековую книжку, или выиграем в лотерею, как в фильме «Зигзак удачи». Но я думаю, что надо думать об этом, потому что, ну, так или иначе, жизнь, она имеет определенные циклы, и вот пенсия, она вроде и за горами, да, Эльвира? А вроде и не за горами. То есть, может быть, тысяченку тоже стоит откладывать в какой-то полосатый кошелек. Ну, чем раньше-то, тем лучше, конечно. Ну, лучше всего, нужно как-то, может быть, перевести в какую-то валюту более стойкую, в японские иены, например, и кавасить полосатый, вот написать на кошельке. Вот только в японские иены, я не переводила еще, да. Ну, может, в тенге перевести. В казахский, да. То есть, у тебя же муж из Казахстана, но, может быть, ему эта валюта более близка, и он может, например, он может... Он, наоборот, смеется, говорит, там смешные такие денежки цветные все такие. Ну, представляешь, когда он будет на пенсии, он будет смеяться еще вдвойне больше. Каждый день радости, идешь в магазин, достаешь цветную штучку, смешно. Смешно, идешь обратно домой. Ну, потому что нигде ее поменять не можешь. Если только переехать в Казахстан, Юрий. Нет, ну, я думаю, это не вариант, наверное, для вас. Ну, ладно, мы просто скатились на личные какие-то тут инсинуации. Друзья мои, но так или иначе, вот полосатый кошелек, откладываем денежку. Ну, это первый момент, да, или первая фаза, это предпенсионная фаза. Потом «Медовый месяц», это очень романтическое название. Серьезно? Медовый месяц? Да, ну, потому что он сразу начинается после выхода на пенсию. Потому что вот, ну, представь, что ты юбилярша, что тебя провожают на пенсию. Тебя 55, две пятерки. Тебе подарили большой самовар, надарили кучу денег. В общем, подарили тебе путевку в Гагры или куда там еще. Ну, не знаю, может быть, на Каспийское море, может, на Черное. Ну, куда-то подарили. Вот ты съездила, и ты находишься в такой эйфории. Вообще жизнь-то какая замечательная. На работу бежать не надо. Я проснулась тут, когда захотела. Я тут поела, когда захотела. И так далее. Вот это вот такая эйфория. Вот, ну, плюс подарки, которые вот ты распаковываешь, смотришь. Ну, тебе нравится самовар-то? Вот я помню, что когда люди уходили на пенсию в Советском Союзе, всегда дарились самовары. Это вот был подарок юбиляру. Я помню, моему деду подарили самовар. У нас он долго где-то лежал. Потом я даже сейчас уже не знаю, где он. Ладно, так, соглашусь. Я мне, ладно, медовый месяц, пусть будет медовый. Сладкий такой месяц, хорошо. Ну, это же прикольно. Вообще, когда человек переходит в какое-то новое состояние, ему всегда это очень интересно. Когда вот приезжаешь в другой город, или в другую культуру, в другую страну, в другое состояние, и тебе там поначалу нравится. А потом? Потом ты начинаешь замечать детали. Потом тебе начинает что-то раздражать. Я вот помню, когда я первый раз в Америку приехал, мне так все нравилось первые две недели. А потом мне начало все раздражать. Я уже был готов пешком идти обратно домой. Жаль, только никак не получится. Ну да, то есть надо было на баржу какую-то сесть тогда и проплыть. Потом начинается следующая фаза. Ее прям так и назвали, как она есть. Это фаза разочарования. Потом вот человек, когда он понимает, что особо-то он никому и не нужен, он или не нужен, что телефон не звонит, сообщения не поступают, что на работу ему вставать не надо. И он просто теряется, такой человек. Он не знает, что ему делать. Он как вот, он дезориентирован в своей жизни. Хорошо, когда есть семейная пара, есть там муж, есть жена, вот они оба поживые люди, они оба на пенсии, и там еще куда не шло. Но если этот человек остается один, ему очень тяжело, и он начинает разочаровываться. Уже самовар не так блестит. Уже и не хочется чай из него пить, потому что зачем кипятить такую большую дурынду? Ради самого себя. Ради самого себя. Лучше тут я сэкономлю электричество, потому что электричество стало дорогим. Вы только что раскрыли секрет, почему же бабушки так стремятся накормить, обкормить и всех закормить, и внуков, и детей, и кого угодно, потому что заботиться-то не о ком, когда они одни живут. И вот к ним понаехал весь этот народ на лето, на отпуск, на выходные, неважно. И вот оно стремление почувствовать себя нужным. Ну, мы так устроены... Через пирожки. Ну, конечно, мы так устроены, что мы должны отдавать всегда что-то. Вот так или иначе. Особенно люди, у которых есть опыт пирожка печенья. Пирожка. Или торта деланья, или пельмени лепения, понимаешь? Или каши в чугуне варенье. Да, в каши чугуне варенье. И вот столько же вот такой потенциал, вот человек этим занимался в 50 лет, ну, не 50, там, 30 лет или 40 лет, и вдруг он напередит, что делать-то? И когда приезжают к нему какие-то родственники, если это внуки, дети, это начинается массированная атака едой. Вплоть до мучительного насилия такого, что поглощение. Если ты не съешь, это значит, ты меня не любишь. Ну, старые люди, они обижаются, они очень такие нежные в этом плане. Конечно же, тебе приходится давиться этими блинами, 42-й блин уже не лезет. Вот, и уже ты понимаешь, что сейчас у тебя будет тот разрыв чего-то, но приходится есть, потому что ты же любишь свою маму или свою бабушку. Ну, сейчас, друзья мои, мы вот ждем, продолжаем ждать ваши звонки, ваши сообщения, но мы будем все-таки как-то говорить о советах, как подготовиться вот к этому удивительному периоду на пенсии, чтобы ваша жизнь не закончилась в 55 или в 60, а наоборот, заиграла с совершенно другими красками. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же и не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Продолжаем эфир. 21 апреля «Формула семьи» Эльвира Чупенко и Юрий Пожидаев. Мы сегодня говорим на тему «Скоро пенсия. Радоваться или плакать?» Я когда слышу слово «пенсия», почему у меня сразу какой-то рефлекс возникает, что надо плакать. Ну, я понимаю, что это неправда, но у меня какая-то грусть, как вот, грусть, тоска меня вот куда-то снедает. Ну, о чем? Все правильно, старость. Ну, потому что я смотрю на вот этих бабушек, которые из себя только у подъезда, которые провожают тебя грустным взглядом, и вот те бабушки, которые в фильмах показаны, другие бабушки, которые там, они все знали и так далее. А сейчас вот эти вот бабушки, которые сядут у подъезда, несчастные. Но, что сейчас придумывали наши там чиновники, они все лавки сносят. Потому что сейчас лавку вообще у подъезда очень редко встретишь. Убирает, потому что соседи жалуются с первых этажей, потому что лавки вечером занимают там подростки и молодежь, там они распивают напитки. Горлани вот во все, воронье горло, им шумно, и поэтому лавок-то этих нет. И бабусик сейчас вообще, вот бабусик, вот их очень трудно увидеть. Вообще, ну, вот я, по крайней мере, я, конечно, не хожу по московским творикам, но я там живу в Подмосковье, но как-то вот они там выползают иногда, но куда-то они пройдут до магазина и не более того. Ну что, начнем готовиться к пенсиям. Но прежде чем мы начнем, давайте прочитаем сообщение. Подписался слушатель семья. Ну, пусть, семь дефис я, допустим. Моей свекрови 71 год, она на пенсии. И живет она одна, работает три раза в неделю, ездит на дачу, как на работу. Мы без... А, без работы она не видит себя. Все мы разные. Ну, то есть свекровь... 71. Нет. Вообще, свекровь молодец, что она работает. Ну, опять, что ее вынудило работать? Ее безденежье? Или она... Ненужность никому? Или что? Ну, то, что она работает, она большая молодец. У меня бабушке 91 год. Работает? Нет. Вы что? Ну, молодец. Ну, как сказать, официально, конечно, уже все, никакой работы нет, но это огород в... Сколько там, 16 соток. Это куры, это кролики, это... Ну, это больше, чем работа. Я о том же. Я просто... Мне глаза на лоб лезут, я не понимаю. Я говорю, баба, ты куда все это, бабушка? Зачем тебе? Ну, а как же я без них? Утром вот встаешь, надо замесить вот еду кроликам. Еще поросята были два года назад, 89 лет. Бабушка молодец. Куда вообще, да? Ты же понимаешь, что вот все ее хозяйство, которое присутствует в ее жизни, оно продлевает ей жизнь. Конечно, я это понимаю. Потому что она же заботится об этих кроликах, она их помнит. Может быть, она даже с ними разговаривает. Моя бабушка, она... Я никогда не забуду, что вот ее любимую корову звали Люба. И вот она с ней разговаривала. Ну, корова достаточно умное животное, они понимают. Естественно, что они тоже как-то преданности, любовью. Ну, понятно, от кур тяжело ждать любви, но от коровы-то, наверное, можно, как от собаки. И бабушка, она твоя молодец, 91 год, дай бог еще ей жизни. Потому что у людей, у которых есть дело, это те люди, которые будут чувствовать кайф от этой жизни, в которой они живут. Это точно. Потому что эти люди, вот они бегут, они в огороде где-то носятся, как угорелые, как сумасшедшие. Вот ты приезжаешь в деревню, да, тебе тут два комара укусило, тут что-то почесал, тут жарко, тут еще что-либо. Тебе просили что-то помочь прополоть там, не знаю, три куста картошки. И ты уже к вечеру, как прокисшая плюшка, лежишь, и уже ничего не можешь, уже ты изнываешь. А бабушка, вот она встала в 5 утра, она вот это сделала, вот это, вот это, и она как огурец с пупырушками. Она живет, она дышит, у нее глаза горят и так далее. Друзья мои, надо что-то с собой делать. Надо как-то готовиться к пенсии, потому что если мы принесем в свой пенсионный возраст лень и безделие, мы долго не протянем, а нам надо жить. Это точно. Как в песне Земфира, пожалуйста, только живи, только живи. Ну первое, первое, вот психологи утверждают, что, конечно, зарубежные психологи, что люди, которые вот в пенсионном возрасте чувствуют себя хорошо, это те люди, которые уверены в себе, у которых средняя и завышенная самооценка о самом себе. Можно поговорить, Эльвира, о вашей самооценке? Да нет, зачем все обо мне-то, Юля? Ну, вы же тут рядом. Моя самооценка средняя, но не то, что я жду пенсии, но у меня страстное желание путешествовать. Если не будет хватать денег, если не будет хватать денег, но есть такие же города, как Серпухов, как Коломна, как Переслав-Залиски и так далее, куда можно поехать по пенсионному удостоверению на электричке и посмотреть много-много-много замечательных мест. Я люблю ездить. И поэтому люди, которые уверены в себе, в своих способностях, которые уверены в том, что они не в кавычках «неписанные торбы», то эти люди, они достойно проживают свое время, они не ноют, они не жалуются. Вот обычно встречаешь людей пенсионного возраста, и вот это вот начинается, вот это вот мочалкин блюз, назовем его так. Когда люди жалуются, вот это вот все плохо, вот раньше колбаса по 220 была, вот это вот у меня никто не любит, а вот дочка ко мне не приезжает. Мочалкин блюз, это шикарно. Да, и вот что-то бэ-бэ-бэ-бэ, вот какой-то, вот как генератор такой работает, тут-тут-тут-тут-тут-тут. И вот человек живет в полнейшем тотальном негативе, он живет в этом, и естественно, что когда человек живет в таком состоянии, в таком настроении, то, конечно же, ну он мало проживет, он мало проживет. И самое противное, что с таким человеком ничто не растет рядом с ним, никого нет рядом с ним, потому что очень сложно жить с человеком, который постоянно жалуется, у которого все виноваты. Вы заметили, даже внешне такие бабушки, кстати, чаще это бабушки, дедушки почему-то чаще так себя не видят. Дедушки вымирают, у нас дедушки средний возраст не очень высокий, и дедушки у нас вымирают, потому что алкоголь и все остальное наших дедушек просто косит еще, когда они в среднем возрасте находятся. Но, тем не менее, вот таких бабушек видно издалека, они обычно во всем темном, обязательно в платке, никакой яркой детали на них быть не может, никаких каких-то современных вещей быть не может. Они считают, что все, это вот время прошло, время ушло, одеваться красиво, они не могут быть красивыми. Все красивые женщины, это сами знаете кто. Это неправильные женщины. Да, да, да. Все мужчины, они тоже не такие, их надо переделать, они ничего не умеют. Вот, и так далее, и так далее. Зачем, зачем люди окружают себя вот такими? Ну, ты же понимаешь, что все начинается с самого начала, вот формирование. Вот очень важно, когда человек на протяжении своей жизни, он пытается разобраться с самим собой, кто он вообще, вот его ценности, чем он живет, что он вкладывает в себя. Вот мы должны начать с того, что я думал на передаче и придумал вот что, что пенсия это когда ты пользуешься теми вложениями, которые ты совершил в протяжении предпенсионного возраста. Это образование, это впечатление, которое ты получил, да, это люди, которыми ты себя окружил, потому что, как ты построил, вот ты прожил там 50-55 лет, а в твоем арсенале в человеческом какие коммуникативные связи есть, с кем ты общаешься, кто твои друзья, вообще с кем, на каком уровне ты общаешься. И получается так, что человек, он ничего не строит, он просто тупо, тихо потребляет, он, ну, живет, может быть, своими семейными проблемами, может быть, сначала ради детей, потом что-то вот непонятно, куда-то там в Турцию съездит, вот в этом русском контексте он там побудет, где-то погуляет, и ничего вообще, ну, никакого нет запаса того, чем можно жить. Ничего нет, вот не о чем поговорить с таким человеком. Интересов нет, книжки читать мы не хотим, образования тоже нет, друзей мы растеряли, соседи попадают в селкаши и так далее. Ты знаешь, что образование, оно может быть, но дело в том, что у нас такое образование, у нас ведь образование, это наличие диплома, который, во-первых, можно купить, а во-вторых, ну, мы же все из родом, ну, родом с того места, откуда мы, где мы живем, где мы проживаем, да, то есть мы все из России, ну, как обычно, да, как проходит образование. Но мы не вникаем в образование. Люди, которые учатся и которые вкладывают себя, это ботаники, к которым мы относимся так, ну, нервно-напряженно, и которых мы гнобим и так далее. И ботаники вынуждены скрывать свой ботанизм или как-то огораживаться, и их не так много. В основном это такое вот, ну, основная часть, это те люди, которые веселятся, пьют, гуляют, приходят на сессию, чтобы как-то сдать и как-то проехаться, да, как-то, ну, как-то сдать сессию, закрыть ее любыми путями. А знаний на выходе вообще абсолютно никаких. Я всегда удивляюсь вообще, как мы еще существуем, если человек так учился в медицинском институте там или в каком-то еще и так далее. То есть, ну, у нас такие специалисты. И естественно, что багажат никакого нет, ничего нет. Человека не научили, ну, улучшать и вкладывать свой внутренний мир, чтобы его внутренний мир был достаточно богат. Вообще, а что это такое внутренний мир? Я вот консультирую семейные пары, говорю, вчера вот встречался с одной, ну, они собираются жениться, и они меня спрашивают, ну, вот какие нам книжки почитать вообще? Вот что нам делать для того, чтобы у нас была жизнь хорошая, когда мы поженимся? Я говорю, пока не надо, вообще читать ничего не надо. Вам нужно научиться исследовать и понимать внутренний мир друг друга. Потому что, в любом случае, когда ты читаешь книжку по брачным отношениям, так или иначе, там мнение автора представлено. Ну, вот какой-то опыт, но вы же другие люди. У вас совершенно другие исходные данные. Хуже получается, когда ты прочитал эту книжку, такой показываешь своему супругу. Вот, вот, смотри, как надо делать. А ты-то и понеслась. А по поводу внутреннего мира. И была такая махатовская пауза, то есть люди о чем-то подумали, и, по всей видимости, может быть, им по 25 лет. Первый раз они подумали об этом. Вообще, что такое внутренний мир, вообще, с чем его едят, вообще есть у меня, из чего он состоит. Представляешь? Второй момент. Первое, значит, мы должны быть уверены в себе. Второй момент. Друзья мои, мы все отвечаем за свою собственную жизнь. Ну, мы отвечаем за... Я отвечаю за свою собственную жизнь. Никто, не государство отвечает за мою собственную жизнь, за моё собственное развитие, что я в головушку свою, в своё сердце кладу. Не какой-то дядя отвечает за моё собственное здоровье. Что я ем, когда я ложусь спать и так далее и тому подобное. Друзья мои, мы отвечаем за свою собственную жизнь. Мы отвечаем за своё плохое или хорошее настроение. Недавно смотрел репортаж и показывали какую-то бабушку, то ли в Азербайджане, то ли в Грузии, не помню. Ей 111 лет. Пока она такая немножко сагбенная, такая шустрая такая, что там там шурудит, там что-то делает, что-то готовит. Там дочки такие у неё, ну, в общем, тоже бабушки такие, не поймёшь, кто там старше, кто младше. И её спрашивают, корреспондент, а вот, ну, какой рецепт долголетия? И она сказала, работать и плохо ни о ком не думать и не сплетничать. Вот женщина, которая прожила 111 лет. Есть чему поучиться. Есть чему поучиться. То есть, вот представляете, если из нашей жизни отрезать всё то, что, когда мы говорим о других людях, вот что-то мы привносим в свою жизнь, вот о других что-то, а что тогда останется? И, по всей видимости, у этой женщины достаточно богатый внутренний мир. Внутренний мир, богатый. Понимаете, даже не какими-то кубами знаний, а вот о самой себе, о том окружении, которое есть у неё и так далее. И мне нравятся такие люди, живые. Я всегда люблю живых людей. Друзья мои, поэтому помните о том, что вы отвечаете за свою собственную жизнь. Никто не отвечает за вашу жизнь. У нас есть сообщение, написала нам слушательница Олия. Знаю бабушку, ей 78 лет, без среднего образования, 7 или 8 классов. Наряжается, как понимает, брови подрисовывает и губы подкрашивает, но постоянно чем-то недовольна и живёт долго. И вторая дама, 71 года, также за собой ухаживает, образована, с высшим образованием из интеллигентной семьи. Но, опять же, при каждой встрече вываливает негативизм обо всём и обо всех. Я их знаю на протяжении более 20 лет. Они в том непенсионном возрасте такие были. Думаю, что негативизм в человеке не от возраста, и живут негативно мыслящие люди иногда дольше тех, кому нервы мотали по жизни. Не могу не согласиться. Конечно, да, это не панацея, что если у вас всегда хорошие мысли, вы можете долго прожить. Понятно, можно чем-то заболеть, и можно уйти достаточно скоро. Но для меня самый главный вопрос – это качество жизни. Как мы проживаем это время. Можно, конечно, брови подвести, можно надеть нарядное платье, бусы яркие повесить, но быть при этом желчной старухой или стариком, которая всех ненавидит, и которая всем завидует. Это качество жизни, друзья мои, вот это внутреннее состояние. Вот так или иначе, наше внутреннее состояние, особенно когда человек в старческом возрасте, он не может его сдерживать. Потому что вот если человек, он достаточно молодой или средних лет, у него есть еще сдерживающие им такие вот заборы, так их назовем. А когда он старый, он не может. И поэтому вытекает весь этот негативизм. Но сегодня я о чем говорю? Сегодня я говорю о том, мне хочется, чтобы вы прожили, свой возраст в пенсии качественно, в радости, в любви, и чтобы вот в этом состоянии вы и отправились в далекий путь под названием рай. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семье». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Продолжаем эфир. Тема «Старость не за горами, скоро пенсия, плакать или радоваться». Ну, почему плакать-то? Ну, если мы будем плакать, это не значит, что мы моложе станем. Или, наоборот, будем плакать, моложе станем. Ну, так или иначе, жизнь, она поступательна. Так или иначе, день за днём идёт. Мы стареем с каждым днём, с каждым часом, с каждой минутой, с каждой секундой. Ну, мы взрослее становимся. Не хочется об этом думать в 23. Ну, и не думать. Мне кажется, и 43, и 53. Вообще не надо думать об этом. Просто нужно принимать жизнь вот такая, какая она есть, и улучшать её внутри самого себя и снаружи. И поэтому третий момент, да, для того, чтобы ваш пенсионный возраст, он был качественным, ну, найдите себе занятие по душе какое-то. Вязать. Давайте все вязать. Вязать. Может быть, вязать. Может быть, макрамму. Сейчас, например, что-то валяют, вот какие-то игрушки делают, как-то там что-то вот путём валяния шерсти. Сейчас много всего. Сейчас вот этот вот хэндикрафт, этот вот ручные всякие загогулинки, штучки, вот чего только нет. Можно посещать бесплатные классы при специализированных магазинах, где учат, как чего делать. Можно туда приходить. Бисер, не бисер, вышивание там и так далее. Надо найти себе что-то. Надо вот что-то, во что-то себя реализовывать. Я вот читал про одну женщину, которая жила на первом этаже, и она разбила цветник у себя под окнами, сделала такую красотищу неимоверную. Выглядывает она в окошко. Там у неё розы, маки. Ну, понятно, что есть люди, которые могут сорвать, собака может забежать и так далее. Но не без этого, не без издержек. Но так или иначе, надо что-то сделать. Да, ну, опять, ну, куча всего сейчас. Куча всего можно, ну, даже не покупать, можно, ну, я не знаю, там из бумаги что-то делать, в конце концов. Оригами. Оригами, да. Оригами. Иными словами, найдите себе хобби, либо делать что-то руками, либо как-то себя развлекать, читать, я не знаю, смотрите. Может, высшийся атлет станете киноэкспертом вообще, кинокритиком. Рассматрите все фильмы и вот будете... И будете писать что-то. Кстати говоря, есть же всевозможные чаты и всевозможные форумы. Вы можете участвовать там, в каких-то баталиях участвовать, отставить какую-то свою точку зрения, создать какой-то клуб и так далее. Вот найти себе применение. Кстати говоря, психологи отверждают следующее, что люди, которые выходят на пенсию, у них страдает навык общения. Они не умеют общаться. Почему? Ну, потому что они общались только вследствие того, что они по работе. Да, вот человек работал кассиром-контролером, или человек работал редактором, он общался на работе. И работа его вынуждала общаться. А вот произвольно общаться человек не умеет. Ну, просто вот пойти по соседям и поздравить всех с Пасхой, накрасить яиц на весь подъезд, всем позвонить, сказать, Христос воскрес, каждому вручить по яйцу, улыбнуться и пойти дальше. Ломает. Человек не может. И обрати внимание, что... Я не считаю, что это проблема пенсионера. Я бы тоже не смогла. Ну, это, конечно, вызов определенный. Нет, вы прикиньте вообще. А учителя там есть... Илья, ты можешь с собой взять своего супруга. Подъезд. Не знаю, 12 этажей. Ну, хорошо, возьми два этажа. По силам возьми себе. Вот, кстати, я же родом из деревни, у нас вот был такой момент, он назывался «Пойти христосоваться». Это значит, ты берешь, там, краешь яйца, видишь какие-то конфеты. Или просто, когда ты ребенок, когда ты подросток, ты идешь по домам, и вот там говоришь эту заветную форму, вот тебе дают конфеты, идешь дальше. И там, ну, представь, что 20 домов обошел, у тебя так месячный запас конфет появился. Ну, да, или месячный запас яиц, а потом вот биться носиками, да, отбирать друг у друга. Я знаю эти игры. Ну, вот видишь, уже с детства люди учились вот этой коммуникации. Чаще всего пенсионеры... А вот это значит, что у пенсионеров нет друзей? Да, конечно. У них есть, у них могут быть друзья только в подъезде, они вот выходят на лавочке, там что-то на лавочках, которых нет. О чем-то поговорили, сейчас ведь, ну, могут они созваниваться с кем-то. Но нет друзей у них. Единственный друг — это телек. Да. Это бесконечные сериалы, Санта-Барбара какие-то, какие-то... Сейчас я не знаю, что там идет по телеку, не смотрю его практически. Ну, вот какие-то сериалы. И все пенсионеры сидят на этих сериалах. И все. Это единственное окно в мир. И они не выходят, они не общаются. Они могут выйти на балкон, могут сходить до магаза, могут с кем-то там, ну, я не знаю, поругаться по дороге или в магазине. Кстати говоря, я замечаю, что пожилые люди в магазинах, ну, где ты с ними сталкиваешься, они достаточно агрессивные, многие из них. Они тебя так могут толкнуть или так проехаться по тебе коляской, при этом сказать не пару ласковых слов. И мне жалко таких людей. Жалко. Сначала злишься на них, а потом, да, действительно жалко. Ну, да, и я всегда стараюсь им улыбаться, что-то спрашивать их, заводить как-то разговоры. Мне всегда, ну, как-то в очереди, знаешь, скучно, я обычно в очереди начинаю с кем-то разговаривать. Не то, что я так развлекаюсь, но хочется просто интересно с кем-то поболтать о чем-то. Это очень интересно, когда ты знакомишься с каким-то человеком, соприкасаешься с его внутренним миром, насколько он тебя покажет, ты обогащаешься или, наоборот, получаешь втык за что-то. Ну, идем дальше, друзья мои. Мне бы хотелось, чтобы мы поняли следующее, что пенсионный возраст – это не доживание, просто доживание. Это хорошее качество жизни. Хочется рассказать про одну мою знакомую, ей 86 лет, по-моему. Инна Яковлевна ее зовут. Она до 80 лет работала учителем литературы и русского языка в школе с математическим уклоном. И она с Новых Черемушек ездила куда-то до Динамо, куда-то вот туда, наверх. И самое интересное, что она имела суховый аппарат. И я ей говорю, Инна Яковлевна, знаете, мне очень интересно, она в старших классах преподала русский литератур. Я говорю, ну, как вы со суховым аппаратом преподаете? Там же, наверное, на ушах все стоят. Она говорит, нет. Ну, как можно литературу так вот преподавать? Я же помню своих учителей, что мы там на ушах стояли. У нас была Люсика по литературе, но мы ее вообще не слушаем. Она говорит, мне следующая фраза такую интересную сказала. Я стараюсь, ну, Инна Яковлевна такая еврейка, она такая вот чувствует с потомственной интеллигенцией, она так интересно себя говорит. Я стараюсь, чтобы литература отвечала на запросы жизни этих молодых людей. И я ей спрашиваю, а как это? Ну, я, говорит, всегда им даю какой-то форум. Ну, например, Толстой, Война и мир. И я спрашиваю их, вот задайте мне любой вопрос, и я отвечу, в каком месте, простите, в каком месте Война и мира есть ответ на этот вопрос. И я спрашиваю там, мне она вести, она говорит, второй том, пятнадцатая страница. Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу Формула Семьи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Итак, продолжаем сегодня говорить про пенсию, скоро пенсия, плакать или радоваться. Да, я уже плачу, потому что голос пропадает, скоро пенсия точно. И вот задают ей вопрос и спрашивают, ну вот про ненависть, когда она говорит, второй том, шестнадцатая страница. Ну вот там, про измену там, она говорит, третий том, там восемьдесят девятая страница. Она не отвечает им на вопрос. Она их провоцирует, и она так им, она их направляет именно к роману, чтобы они его прочитали. И она рассказала мне интересную, забавную историю. Она им себя вызовы задает. И вот старший класс, блок, поэма 12. Помнишь ее? Нет. Ой, ну такая длинная, такая замороченная, трудная наизусть. Ее очень трудно выучить. И она говорит, вот я готова поспорить с вами, что никто эту поэму не выучит наизусть. С кем поспорить? И один такой там парень, тянет руку, говорит, ну давайте я с вами поспорю, что я выучу наизусть. Ну да, хорошо, давай на что будем спорить? И он ей говорит, Инна Яковлевна, вот если я выиграю, то вы во время большой перемены, всех, кого вы видите в коридоре, вы будете говорить, что Спартак чемпион. 80 лет. Ну ты представляешь? Она проиграла. Она проиграла. Она проиграла. И даже директор попался ей там в коридоре. И ему сказала. И она ему сказала. Он говорит, знаете, Леонид Михайлович, Спартак ты чемпион. И вот таких учителей, вот таких людей с живым умом их любят. Огонь. И они не чувствуют себя ущербными. Она потом мне рассказала, что если было там 70 с чем-то лет. Что она сделала? У нее есть подруга в Бразилии, где много диких обезьян. Она поняла, что у нее маленькая пенсия, не хватает на билет. Она устроилась курьером, заработала на билет и махнула в Бразилию. Я восхищена просто. Ты представляешь? Я восхищена. Она мне рассказывала, как она там на лошади куда-то. И вот настолько живой ум. Она пишет в учительскую газету статьи и так далее. О своего компьютер и так далее. И вот я там бываю где-то в поездке. Она мне говорит, Юрий Александрович, ну, пожалуйста, ну, расскажите мне, как там люди живут. Она мне прямо буквально за грудки задает мне кучу вопросов. Она настолько жадная до жизни, что просто вот рыб меня берет. Ты представляешь? И когда я общаюсь с этим человеком, у нас разница в возрасте 30 с лишним лет. Вы можете называть ее мамой. Я вообще, я не могу. Я понимаю, что это такая престарелая девчушка, такая шаунья, которая способна ошибаться, которая способна самокритично относиться к своим промахам, поступкам и так далее. Она настолько мне интересна. И с этим человеком хочется быть, с этим человеком хочется проводить время. А бывают другие экземпляры? Вот такие вот. Все в темном, у подъезда. Все в темных, у подъезда. Ах ты про и пошла. Ах ты про и пошла. Поэтому, друзья мои, друзья мои, ну, пожалуйста, пожалуйста, давайте что-то делать. Давайте что-то делать. Давайте будем находить занятия по душе и будем становиться интереснейшими людьми для всего общества, которое нас окружает. У нас есть еще одно сообщение от Оли. Говорит, насмешили меня яйцами. Я когда уверовала, написала на весь дом 80 квартир, открытки. Я уехала из родного города в другой, даже в другую страну. Со словами моего свидетельства. Мне было тогда 25 лет. Сейчас мне 52. И я по сей день пристаю в кавычках к людям, рассказывая им о Господе. Видимо, детство мое, южное, в Анапе, сказывается. Пенсионный возраст? Я даже не думаю об этом. Все время есть какие-то дела, учеба. Сейчас на магистратуре Бог даст и дальше пойду учиться. Вчера вот в реальном времени бабушка была, внуку 10 с половиной месяцев. В реальном времени. Это как? Это счастье такое. Преподаю немного и консультирую. Юрий? Я думаю, кашлять или не кашлять? Ой, друзья мои. Давайте поставим заставку. Простите за мой кашель. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И под властьем приказу слышим. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Итак, продолжаем эфир. Ох, Юрий, плачет по вам пенсия. Ой, плачет по мне пенсия. Голос уходит, друзья мои. Вот иногда бывает у пожилых людей, что они думают, что они лишние. И их грустные мысли посещают. И они мечтают побыстрее как-то завязать с работы, отдыхать, отдыхать. И потом пару месяцев проходят, они поспали, погуляли, поездили куда-то, походили по гостям, и вдруг поняли, что уже ничего не хотят они. Уже нагулялись. И уже детям-то они не нужны. Везде они лишние. Но жизнь-то по-прежнему бурлит и кипит. И вот только в этом кипении ты не участвуешь. На работу невозможно устроиться, никому ты не нужен, на тебя никто уже не смотрит, ты уже тут, опять я уже использую эту фразу, как прокисшая плюшка. И вот некоторые чувствуют тревогу и апатию, растерянность какую-то определенную, друзья мои. Но нельзя чувствовать апатию и тревогу и растерянность. Ну, надо успокоиться, во-первых, выдохнуть и начать пересматривать свою собственную жизнь. И сказать себе, не, я не лишний. Я найду себя там, где я кому-то нужен. Ну, в конце концов, возьмите себе собаку из приюта, подберите котенка какого-то нибудь, отловите себе птичку в лесе, в лесу. Птичку в лесу. Ну, что-то, ну, найдите, ну, так или иначе, найдите себе какое-то применение, потому что уж я точно знаю, что любой человек при желании может найти себе применение. У нас есть еще парочка сообщений, Оля ответила, реальное время это ходила в гости и общалась не по телефону, а вживую. Ну, это я аж переспросила, да. И Анна еще пишет, добрый день, спасибо вам, дорогие, за вашу программу. Если можно, ответьте, как быть, если ты на пенсии, вроде бы еще эгегей, как говорят, драм-кружок, кружок по фото, да и петь еще охота. А здоровье дает о себе знать. Берешься за дело, а потом остаешь. Злишься на себя, но сидеть на месте не можешь. Первое, что у вас, Анна, что у вас хорошее, то, что у вас правильная позиция. То есть, вы молодец. Ну, смотрите, ведь все же по силам, это как вот поднимать вес, да, то есть, я могу поднять, например, 20 килограмм, а Эльвира может поднять 15 килограмм. 10. 10 килограмм. Надо брать по силам себе и участвовать именно в тех рабочих процессах, которые вы сможете осилить. И самое главное, ну, что вы себя ругаете, зачем? Ну, вот вы там что-то не сделали, не доделали, вы начали, вот вы пришли домой или дома что-то делали, и вы начинаете себя ругать. Вот я такая, ты, а что дальше там? Вот после вашей руганья на самого себя, вы в чем-то продвинулись? Вам стало легче? Вам стало лучше? Вы почувствовали себя просто ого-го, еще какой? Да нет. А зачем вы себя ругаете-то, я не могу понять? Наоборот, нужно сказать, Аннушка, ты такая молодец, ты сегодня по силам сделал вот это, вот это и вот это, и поэтому завтра будут силы, завтра я еще сделаю вот это, вот это и вот это. Ну, живите вы в позитивном ключе. Зачем вы себя ругаете? Мы так вот интересно воспитаны, что мы как-то без руганий никуда не идем. А планка потому что стоит, нужно ее достичь. Не достигаешь, значит, ты слабак, значит, ты не можешь. потому что вот в голове есть такая вещь, нам нужен обязательно вот пинок какой-то, и мы начинаем пинать самих себя. Хватит, ну, пинать самих себя, в смысле, ругать самих себя. Прекращаем себя ругать, наоборот, начинаем себя ободрять. Не перехваливать, а ободрять. И говорить, Аня, я молодец. Ободрите себя, и у вас будет получаться шаг за шагом, потому что, когда у вас будет хорошее настроение, когда у вас будет позитивный настрой, вот, попомните мое слово, вы начнете делать больше, чем вы сейчас делаете. Итак, у нас есть еще время до конца эфира. Давайте мы немного резюмируем, о чем мы говорили сегодня, и дальше уже перейдем тоже к практическим советам. Ну, мы говорили о чем? Мы говорили о том, что, во-первых, что нам нужно сделать? Ну, мы говорили про три фазы, предпенсионные, да, про медовый месяц, там, и так далее, и тому подобное. Потом мы говорили о том, что главное это быть уверенным в себе. Уверенным в себе? Я могу. Как там Анна написала? Я еще ого-го. Да, эгегей, как говорят, драм-кружок, кружок по фото, да и петь еще охотно. Вот. Анна, вы молодец, вы еще эгегей, да, уверенный в себе. Вы отвечаете за свою собственную жизнь. Потом вы находите занятие по душе, и по силе, которую вы можете, но понятно, что вы асфальт не пойдете сейчас класть. Даже если это очень нравится. Если вам очень нравится. То есть что-то, вот что-то по силам. Потом вы должны понимать, что вы не лишние, вы должны найти себе применение. Кто-то ждет вас. Или собачонка, или кошечка, какая-то кошечка, или какой-то человечек вас ждет. Может быть, в вашем подъезде есть человек, который еще хуже, он вообще лежит. Слушайте, приглянитесь, может, в вашем подъезде есть одинокие дедушки. Может быть, есть одинокие дедушки. А что? Или Вера почти тут негласно открыла врачное агентство, но, да, почему бы нет, да? И помните, что потом, что можно еще делать? Можно распланировать свое время, заняться планированием, да, то есть зарядку включить, диету туда какую-то включить, лишнего не есть, да, телевизора меньше, смотреть, потратить на него всего, ну, два часа в день, и то это много. Слушайте позитивные передачи. Если у вас глазки болят, сейчас куча всяких книжек, которые в аудиоформате, попросите своих родственников, пусть они вам что-то запишут, вы наушники вставляете в уши и слушаете Льва Толстого или Достоевского. А почему бы нет? Вы слушаете, и ваша головушка занята. Вы знаете почему? Когда у нас есть когнитивная деятельность, то тогда наш мозг деменции не подвержен. У нас есть звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Здравствуйте, меня Дмитрий зовут из ВНД. Здравствуйте, Дмитрий. Я немножко поздновато вклинился. Да, поэтому скорее. А значит, вот у меня тоже каждый день работать, дом, работать, дом, мне 38 лет, и все такое. Да вы еще молодой, Дмитрий, вы еще ого-го. Я думаю, ну почему тут не убрали, почему тут не подмели. И я все время думаю, пойду на пенсию, а что побольше времени не будет, я куплю себе трактор, ну в конце концов, куплю себе метелку и буду ходить и подметать эти улицы. Это моя мечта. Дмитрий, вы... Нет, подождите. Дмитрий, вы просто, я скажу, может быть, вы просто офигительный человек. Потому что, потому что, потому что вот такие, вот я, кстати говоря, в этом похож. И я в подъезде своем навожу порядок, и мы с вами в какой-то степени коллеги. И поэтому я бы с удовольствием приехал, вам бы помог. Замечательный привет. Спасибо громадное вам. Большое спасибо за звонок. И этим можно заняться. И этим можно заняться. Левера Чепенко, метелку надо срочно себе купить, зарезервировать. Будет мне 55, куплю. Хорошо. Друзья мои, помните, что возраст это не приговор. Не приговор, и куча примеров, когда люди, вот один товарищ, 73 года, его звали Абдуль-Карим-Ху-Вайшан из Садовской Аравии. 73 года откончил медицинский институт, университет. Представляете? 73 года головушка-то работала. А еще одна тетенька из Америки, которую звали Лейла Денмарк, она была знаменитым врачом-педиатром, и она работала до 103 лет. А дожила? Дожила, не знаю, у меня данных нет. До 103 лет она принимала, представляете? А Эвелин Джонсон, известный летчик-авиаконструктор, тоже, это женщина, американка, она закончила свою летную карьеру в возрасте 96 лет. И таких примеров немало. Представляете, друзья мои, немало таких примеров. А вы чего? Вы приезжаете?